Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Наверняка каждый мечтает о путешествии в какую-нибудь тёплую страну, чтобы целыми днями лежать на гамаке, осмотреть на чаек, кружащих над морской гладью, или же быть заядлым туристом, выезжающим на экскурсии в 9 утра. Однако в нашем мире полно ограничений, не позволяющих сделать из своей жизни райское наслаждение где-нибудь на краю земли. Это и пандемия, и финансовые трудности, и просто нехватка времени. Но что, если я скажу, что туристом можно стать, просто выйдя на улицу своего города? Меня зовут Роман Савосик, и сегодня в шоу с толком поговорим о том, как и с помощью чего можно лучше узнать свой родной город. Запись этой программы будет доступна на сайте radiusfm.by и на ютуб-канале шоу с толком. А в гостях у нас сегодня руководитель проекта фото-веломарафон Дарья Писля. Привет, Даша! Привет, Ром! Ну, давай начнём с базиса. Можешь рассказать, что вообще такое проект фото-веломарафон? Фото-веломарафон – это культурно-развлекательный проект на городской культуре Минска и регионах Белоруссии. Поделись тогда, кто вообще является организатором проекта, где он базируется, кто в нём задействован, кто организатор? Организатором проекта является Студенческий союз Белорусского государственного университета. Соответственно, проект базируется на базе БГУ. И, ну, я так понимаю, есть некая команда. Угу. В неё входят студенты. Угу. Они организовывают полностью всё это мероприятие. Можешь тогда рассказать, как вообще устроена работа в команде? Как вы, не знаю, делитесь? Кто за что отвечает? Что входит в твои обязанности, быть может, даже? Работа в команде у нас строится по принципу направлений, каждая из которых занимается определённым спектром задач. Всего у нас в команде 8 направлений. Это дизайн, СММ, реклама и пиар, фондрайзинг, креатив, IT, фото, видео. Всего 8 направлений. У каждого направления есть свой руководитель, который, собственно, занимается тем, что организует работу в своём конкретном отделе. Если говорите по мне, то я занимаюсь скорее стратегическим планированием деятельности проекта и выполнением именно стратегических задач. Ну вот, судя из названий направлений, все более-менее понятны. Но вот, например, направление IT. Что у вас сделает? Направление IT занимается у нас разработкой сайта проекта и разработкой Telegram-бота, который мы задействуем в рамках онлайн-сезона. Окей. Что насчёт тогда не команды, а участников ваших мероприятий? Кто может ими быть? Кто может ими быть? Участвовать в проекте могут исключительно студенты Белорусского государственного университета. И всё время так было? Нет, раньше было по-другому. Окей. Может, ты тогда расскажешь нам, как вообще зародилась идея подобного проекта, как фото-веломарафон? Проект зародился на журфаке Белорусского государственного университета, так как, скорее, спортивно-оздоровительный проект. И существовало с подобным позиционированием 10 лет, пока у нас не произошёл ребрендинг. Давай тогда и про ребрендинг узнаем. Я так понимаю, он прошёл совсем недавно. Можешь ли ты рассказать вообще, каким проект был до этого? Не знаю, какие-нибудь фирменные цвета, что поменялось, какой сейчас вообще? Действительно, ребрендинг произошёл год назад, в мае 2022 года. Долгое время проект существовал как спортивно-оздоровительный проект. Ну, понятное дело, своя идентика, своими цветами. Ты верно отметил. В мае 2022 года мы решили, что это немножко не то чтобы устаревшее, конечно, здорового образа жизни не бывает устаревшей тенденцией, но немножко захотелось свяжечь как-то проект, поэтому мы ушли в сторону культуры, городской культуры Минска, регионов Белоруссии, и начали позиционировать себя как проект о городской культуре Минска. И можешь рассказать, что вообще под собой это подразумевает? То есть вы рассказываете про какие-то определённые, не знаю, ценности исторические, там, здания какие-то, что-то ещё? Мы занимаемся тем, что популяризуем среди молодёжи историческую составляющую города Минска. У нас все мероприятия построены на том, что мы либо затрагиваем какое-то явление городской культуры и разворачиваемся вокруг него, то есть уходим больше в теорию и потом исследуем на практике, либо же, как это работает в случае фото-веломарафона, мы ездим по локациям и рассказываем ребятам, чем, собственно, значима данная локация для Минска или Белоруссии в целом. Да, это исторические сводки. Есть ли какая-то вообще целенаправленность, ну, вернее, специфика у локаций, исторических сводок, которых вы подбираете, или они условно от мероприятия к мероприятию разные? Можно сказать, что они разные от мероприятия к мероприятию. В целом, если так уж говорить, то у нас с новым позиционированием прошёл только пока что один фото-веломарафон. Я могу лишь загадывать и говорить с небольшими загадками о том, какими локациями могут быть и будут этим летом. В прошлом году мы брали исключительно значимые для города Минска локации, поскольку у нас концепция была приурочена как раз-таки к ребрендингу, к тому, что мы начали говорить о городской культуре, и, соответственно, локации были посвящены значимым местам Минска, которые раскрывают городскую культуру Минска, такую, какая она есть. Давай тогда немножко ещё вернёмся, вот, ребрендинг уже несколько раз упомянули, давай вернёмся к тому моменту до его проведения. Можешь рассказать, какие на тот момент проходили мероприятия, и, может быть, они были в разных форматах, что они в себя включали, и было ли там что-то интересное, или сейчас намного лучше? До ребрендинга у нас было одно мероприятие. Это фото-веломарафон, соответственно. Вот, мы занимались тем, что как раз-таки катались по маршруту, выполняли задания пикетчиков, ну, мы имеем в виду участники, например. Катались по локациям, выполняли задания пикетчиков, получали темные фотографии, реализовывали их, выигрывали, получали призы. Это было одно единственное мероприятие. Отличия от сезона к сезону были только в форматах. Например, сначала это было исключительно оффлайн, который мы проводили весной, летом или осенью. Потом появилась такая фишка, как, например, добавить в качестве транспортного средства не только велосипед. Восходя из названия, может показаться, что мы катаемся только на велосипеде. Добавили самокаты, добавили ролики, добавили скейтборд. После вышло, так скажем, обновление. Мы решили провести ночной сезон фото-веломарафона. То есть мы экспериментировали конкретно с форматом. Из-за ковида, из-за ковидных ограничений у нас появился онлайн сам собой. Как бы обстоятельства, вон удели, это можно тоже назвать разновидностью фото-веломарафона, как мероприятие до ребрендинга. Сейчас у нас насчитываются три мероприятия. Ну хорошо, о мероприятиях поговорим еще чуть-чуть попозже. Давай немножко упомянем команду. Можешь рассказать, кто вообще в нее входит. И мы уже по направлениям проходились. Но, возможно, все-таки важно упомянуть каждое из них, рассказать вообще, кто чем конкретно занимается. То есть, например, да, понятно, там направление, вот как ты говоришь, фото. Ну, по названию понятно вроде бы что, но вдруг есть какие-то интересные добавки к этому. СММ тоже достаточно говорящие названия направления. Занимается тем, что транслирует всю нашу деятельность как проект в социальных сетях. Наша СММ-площадка — это Инстаграм, развиваемся, собственно, на ней. Дизайн создает визуалы как для СММ и постов в социальных сетях, так и для любой печатной либо онлайн цифровой продукции для наших мероприятий. Реклама и пиар — казалось бы, странное направление для студенческого проекта. Тем не менее, да, мы его открыли, потому что посчитали нужным как-то продвигать наш проект в массу, чтобы участвовало много людей. И это не только студенты, которые от нас самих, от организаторов знают о проекте. Поэтому ребята занимаются тем, что собирают, например, базу каких-то сообществ, Инстаграм-аккаунтов, блогеров, которые интересуются белорусской культурой, городской культурой и, собственно, сотрудничают с ними в рамках информационного партнерства, чтобы они рассказали о проекте, и мы рассказали о них. Фандрайзинг занимается тем, что ищут призы нашим, получается, победителям на безвозмездной основе, то есть бесплатно. Вот, да, действительно занимается тем, что создает фотографии. Фотографии как для социальных сетей, так и для корпоративных съемок и так далее. Видео занимается тем, что монтирует отчетники, тем, что создает промо и так далее. Тизер, все, что входит в видеоконтент. Вот. И креативное направление занимается тем, что придумывает наполнение для оффлайн наших мероприятий, дополнительно какие-то фишки, дополнительно механики. Занимается тем, что снимает и придумывает прогревы также для наших мероприятий. То есть берет на себя всю креативную составляющую проекта. Про направление идти я уже рассказала. Можно подробнее узнать, какие призы вообще были. Вот, направление фандрайзинга. Что прям крутое находило? Вот из-за чего участникам стоит идти и бороться за победу в проекте? Находили фотоаппараты, находили велосипеды. То есть, ну, идем прям по названию проекта. Вот, и вело, все это есть. Дальше, ну, исходя из, например, тематики самого сезона. Вот у нас было мероприятие, посвященное стрит-арту. Девчонки находили всякие, не знаю, значки, которые посвящены стрит-арту и раскрывают как-то, не знаю, рисунки Бэнкси. Вот, поэтому это как какие-то крупные призы, так и съедобные призы, так и интеллектуальные призы, так и призы конкретно для велосипедистов, например. Очень много и такого всякого снаряжения мы обычно вручаем на фото-веломарафоне. Окей, а я напоминаю, что у нас в студии руководитель проекта фото-веломарафон Дарья Песля. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнавать, кто еще придет к нам в эфир и задать интересующие вопросы гостям, шоу с толком подписывайтесь на группу проектов социальной сети ВКонтакте. А пока предлагаю сделать небольшой перерыв и послушать стопроцентный хит на Радиус ФМ. А продолжим всего через пару минут. Ты слушаешь шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. В студии Радиус ФМ Роман Савосик, и мы продолжаем обсуждать один из способов лучше познать свой родной город с руководителем проекта фото-веломарафон Дарьей Песля. Смотри, Даш, мы уже обошли полностью всю команду, немножко вникли в то, как вообще устроен проект. Давай пройдемся конкретно по мероприятиям. Вот как ты уже упоминала, есть их несколько форматов, но я так понимаю, самый базисный, самый первоначальный это офлайн-сезон фото-веломарафона. Давай подробнее о нем поговорим. В чем он заключается? Суть такова, механика. Участник регистрируется в нашем Телеграм-боте либо в Гугл-форме и в назначенный день старта приезжает, собственно, на первоначальную локацию, где от организаторов он получает маршрутный лист с предложенными нашей командой локациями для посещения и как-то для того, чтобы они их проехали, в общем-то. Вот. Задача участника сводится к тому, чтобы пройти каждую из этих локаций. Дальше идем подробнее. Они приезжают на локацию, на локацию встречают пакетчиков, которые рассказывают свою легенду и как раз-таки озвучивают историческую сходку у локации, на которой они находятся. На каждой локации есть определенный человек, который за него отвечает. Да, да, все равно. Слышав это, участник переходит к второму этапу, ему необходимо выполнить задание пакетчика, в зависимости от того, какая у него легенда, на какой локации они находятся, какая концепция сезона и так далее. Выполнив это задание, за отличное прохождение участник получает тему лифотографии. Это важный момент, поскольку именно по фотографиям определяется победитель фото-вилл-марафона. То есть задача участника сводится к тому, чтобы преодолеть маршрут, стоящий с восьми локаций, это примерно в среднем 12 километров, сделать фотографии на все предложенные темы, сдать их на финише и, собственно, дождаться награждения и получения своей номинации, так скажем. Награждение проводится через несколько дней. Компетентный жюри выбирает лучшие фотографии в каждой номинации, то есть в каждой теме для фотографий, выбирает победителя фото-вилл-марафона и лучшие из лучших награждаются призами и дипломами. Я так понимаю, старт у всех в одно время, у всех участников? Нет, не обязательно. Мы ставим временной промежуток, в который могут стартовать участники, потому что, очевидно, есть ребята, которые могут работать, есть ребята, которые до сих пор могут быть на сессии, есть ребята, которые до сих пор могут быть на практике. Поэтому мы ставим вот начало с утра до, условно, до обеденного времени. То есть в любой тайминг, который в этих рамках, человек может стартовать? Да, все верно. И он стартует, он кому-то что-то пишет, говорит, что вообще происходит? Если это офлайн-сезон, то он взаимодействует только с пикетчиками по пути своего маршрута. А, карту он получает? На старте. Ну, на старте ему кто-то вручает ее материальную? Да, организатор. Ну, то есть организаторы в любом случае на старте стоят прям целый день, ждут? Окей, ну, слушай, этапов прям так достаточно много. И задания выполнить, и фото получить, и фото сделать. Ну, за велосипед. Вполне резонная плата. Хорошо, есть ли тогда какие-то отличия офлайн-сезона фото-веломарафона от онлайна? Да. Главное отличие в формате в том, что организаторы напрямую не взаимодействуют с участниками. То есть вот этот вот, как ты сказал, живой старт, когда лично организаторы вручают маршрутную карту, такого не происходит. Участник по-прежнему регистрируется, участник по-прежнему приезжает на заданную локацию старта, но его там никто не встречает, его встречает лишь уведомление в его телефоне от куратора либо телеграм-бота, который как раз-таки с ним и коммуницирует на протяжении всего маршрута. Если идти подробнее по механике, то куратор, ну, допустим, это куратор, отправляет участнику координату локации, участник туда приезжает, куратор высылает ему историческую сводку, он ее читает, куратор высылает ему задание, участник его выполняет, куратор высылает ему тему или фотографии, участник ее снимает, собственно. Плюс важное уточнение в том, что участники должны сделать фотоподтверждение локации, о том, что они действительно приехали на эту локацию, они действительно там находятся. Это все также происходит через имодействие с куратором либо телеграм-ботом. И в конце, на последней локации, на финише Участник должен сдать все фотографии организаторам Опять же через свой мобильный телефон И через несколько дней прийти на награждение И там мы уже взаимодействуем непосредственно Хорошо, может расскажешь Было креативное направление, насколько помню Может были какие-то от них креативные добавления в эти форматы Потому что звучат более-менее одинаково Единственная разница, вот прям суперважная, которую я заметил Это вот без живого взаимодействия с пикетчиком Но в любом случае ты коммуницируешь с куратором Что-то есть Но может онлайн сезон как-то прям преисполнился Что-то прям новое внес, не знаю Мы всегда стараемся придумывать новые механики для онлайна Потому что становится скучно Ездить просто своим мобильным телефоном Также можно поездить и в любой выходной день Последний раз механика дополнительная, например, была такой Что мы разделяли всех-всех-всех-всех участников на кланы Кланы соответствовали определенному цвету Участников собирало креативное направление в чат по кланам И там были дополнительные плюшки Например, если ты катаешься Ты встретил своего сокоманника, сделал с ним фотографию То ты получаешь себе еще плюс 2 балла И это идет отдельный зачет на отдельную номинацию На отдельный диплом, на отдельные призы Вот, то есть таким образом мы не просто добавляем Какую-то новую интересную фишку сезона Но и способствуем тому, чтобы даже в онлайне Люди взаимодействовали друг с другом Общались и видели, что они не участвуют в проекте А много людей участвуют? Да, да Регистрации обычно разнятся в районе 150-170 К моменту старта могут стартовать как и все 150-170, так и 100 Ну, обычно мы вот сотку сохраняем стабильно А есть ли какой-то рекорд у проекта по участникам? Да, это 200 участников 200 участников было на последнем офлайн-сезоне Окей Давай тогда поговорим еще немного о новом мероприятии проекта Это фото-велоплюс В чем она заключается? Что это вообще? И почему плюс? Мы решили, что культурно-развлекательные проекты здорово Культурно-развлекательные мероприятия здорово Но захотелось культурно-образовательного Вот прям что-нибудь в межсезонье Когда нельзя на велосипеде кататься На скейтборде проехать и все остальное Поэтому придумали фото-велоплюс Это как вот фото-велоплюс Это называем сокращенный фото-велопрофон Вот фото-велоплюс Это значит что-то большее, чем просто обычное фото-велоплюс Вот, и мы организовали фото-велоплюс Суть такова, что ежегодно мы будем на таком мероприятии Разбирать какое-нибудь одно явление городской культуры В этом году это был стрит-арт Уличное искусство Мероприятие длилось неделю Первый день оффлайновый Мы встретились с участниками Там две лекции, на которых мы погружали их в тему Что такое стрит-арт Какие бывают муралы Как они вообще создаются и так далее Далее у нас длился онлайновый этап Пять дней Это что-то вот заимственное С фото-велопрофона Где нужно сделать фотографию на тему Мы назвали это домашним фото-заданием Участникам нужно было сделать фотографию на тему Стрит-арт моими глазами И последний день тоже был оффлайновый Это день как раз-таки награждения Участники поучаствовали в квизе По стрит-арту И получили свои призы Окей Мы прошли все три Правильно? Мероприятия, которые есть у проекта Но, может, ты можешь с нами поделиться Есть ли какие-то новые наработки, разработки По новым мероприятиям Новых мероприятий в ближайшее время не планируется Из идей у нас есть запустить свой подкаст Ну, не только идея У нас есть концепция и пилотный выпуск Осталось дождаться межсезоннее И как раз-таки запуститься Так что можно ждать Ну, окей Кстати, насчет ждать Предлагаю немного прорекламировать Ваши ближайшие все-таки мероприятия Но это, я как понимаю, летний Как раз-таки оффлайн-сезон фотовеломарафона Расскажи, пожалуйста, где о нем можно Более подробную информацию получить Я конкретный анонс пока что не могу дать Могу только посоветовать ориентироваться На последние числа июня И на наш инстаграм Фотовеломарафон Ну, и ориентироваться, видимо, только студентам Белорусского государственного университета Да Ну, хорошо Я напоминаю, что у нас в студии Руководитель проекта Фотовеломарафон Дарья Песля Спасибо, Даша, что проделываешь Со своей командой Такую важную и полезную работу Спасибо, Рома Запись этой программы Будет доступна для просмотра И прослушивания на нашем сайте Radiusfm.by А чтобы первым узнавать о том Кто еще придет к нам в эфир Предложить свою тему Задать вопросы нашим гостям И обсудить все услышанное Подписывайся на группу проекта Шоу с толком В социальной сети ВКонтакте Меня зовут Роман Савосик Хорошего дня Шоу с толком На Радиус ФМ Только интересные собеседники И актуальные темы Пропустил в эфире? Слушай в подкастах На сайте Radiusfm.by